Себастьян Вильям Мартинес, ММИННЕТЕР, ПИТЕР ИОН, который идет на 2-й борьбе в UFC. У тебя два раза изменил противника. Ты говоришь на социальных медиа, что они не хотят тебя бороться. Как ты чувствуешь? Это все, что ты думаешь? А из-за того, что не хотели с тобой драться? Я думаю, что травмы бывают в спорте. Когда моему бойцу предложили бой, он подписал контракт. Через три дня он отказывает. Говорит, что он получил травму. Такое тоже случается. Не всегда в это верится. Но такое бывает. И то, что сменился соперник, может быть, я мог бы попасть в топовые позиции. Мой соперник первый был топовый. Это для меня большой шанс попасть во втором бою в топ-14. Но если это не получилось, значит, так должно быть. И дай бог, что меня нашли соперника. Я буду драться, идти по каждой ступеньке вперед. Многое зависит от меня, как я буду показывать себя. Да, инжа происходят в нашем спорте, но мне кажется, что это было не так. Когда мой соперник предоставил контракт. И после трех дней он сказал, что я уничтожил. Но это случилось. Я не могу сказать, что он уничтожил. И это была большая шанс. Мой первый соперник был топ-15. Конечно, я очень хотел взять эту шанс. Но, как я сказал, все может происходить. И все зависит от меня. Как я буду действовать. Как я буду показывать. Как я буду показывать себя. Так что я буду делать самое лучшее, чтобы показать себя как топ-15. Встречаясь на шорт-нодисе. Не было много времени, чтобы посмотреть и подготовить его. Что вы можете увидеть от него, и что вы чувствуете, что его лучшие силы? Поскольку у тебя оппонент незадолго сменился. Ты, наверное, его не особо успел изучить. Но все равно, что ты о нем знаешь. И как ты думаешь, какие его самые сильные стороны? Я не видел ни одного боя своего оппонента. Я знаю, что он молод. Он дебютант. Он голоден. Я не менее мотивирован, не менее голоден. Поэтому я надеюсь навязывать свой план, свой рисунок боя. И надеюсь, все будет хорошо. Разницы нет с кем драться. Ну да, я не видел как бы. И, в принципе, мы более-менее понимаем примерно, что он будет делать. Поэтому нет проблем никаких. Я надеюсь, не будет проблем никаких. Да, в самом деле, я даже не видел один из его боя. Я просто знаю, что он молод, он голоден. И это его дебютант, поэтому, конечно, он будет пытаться сделать его лучшим. Но я тоже молод и голоден. Поэтому, да, я буду пытаться просто перейти в моем плане. Я примерно знаю, что он будет делать. Но я буду лучше. Когда ты приехал в UFC, у тебя было много хайпа. И я думаю, что большие люди согласны, что ты на этом хайпе. Как ты делаешь еще лучше, и еще лучше, когда ожидания уже так высоки? Когда тебя подписали в UFC, но было много хайпа вокруг этой ситуации. То есть все обсуждали, все на тебя возлагали какие-то большие надежды. И, в принципе, можно сказать, что ты эти надежды оправдал. Насколько тяжело, ну и как ты собираешься вообще, поскольку такой уровень ожиданий достаточно высокий от тебя, как ты будешь дальше ну вот эти надежды оправдывать все больше и больше? Я готов двигаться дальше. Все, что зависит от меня, я это делаю, я тренируюсь, я готов драться с сильнейшими ребятами. Вот. Не важно, топовый это боец, не важно, сменился боец там, за три недели, за две недели. Я буду принимать бои, я никогда не отказывался от них, не буду отказываться. и... let's go! I'm ready! Yeah, I never refuse a fight, and I just wanted to do everything that depends on me. Basically, it doesn't matter for me if, like, it's changing an opponent, if it's, like, three-week notice, I basically don't care, I never refuse a fight, and, yeah, let's go! I will do it. Great way of living up to it, thank you very much, good luck in my fight! Next fight, December, Australia, let's go! Thanks for that exclusive! Thank you!